друзья всем привет у нас продолжение вчера неплохо поохотились пришлось конечно пострелять были досадные как промахи так и подранки ну могу сказать что прям так чтобы залетел на сто процентов голубь для таких было единицы все так на грани там метров от 60 там за 50 поэтому не все гладко прошло на норму мысль взяли 5 вихерей 2 горлицы все как бы получилось неожиданно хорошо потому что как правило на открытие давным-давно таких не был за ровом лапы себе порезала двигатель хромает ну этаж наши маньяки их ни за что это не остановит ним не останавливало да поэтому друзья пишите комментарии оставляйте да кто как поохотился у кого какая ситуация по дичи мы сейчас заходим подсолнечник под боком и водопой единственная поправка друзья в данный ролик войдут несколько фрагментов с разных охот в том числе охоты с кубчиком приятного просмотра до встречи друзья попытаемся отснять очередной ролик надеюсь неплохой а мы продолжаем а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Севши на ветку вяхерь. До него было около 300 метров. Принесительное место я запомнил. Но подойдя, пришлось краситься и всматриваться в кроны. И вот как всегда это бывает. Получается в такие моменты подойти довольно близко. Но ты не готов, когда встречаешься буквально лицом к лицу с дичью. Тут ничего не оставалось, как попробовать произвести выстрел. Дальнейшее продвижение спугнуло бы птицу. Ну и так, друзья, вы могли заметить, как я меняю патрон перед выстрелом. Есть у меня ряд патронов, которым уже более 20 лет отдал мне их брат. И вот я их периодически тестирую, когда это не столь важно. А в данном случае вариант было всего произвести один выстрел. Ну и вот выстрел произведен. Попадание было, потому что с вяхеря были выбиты перья. Он, слетев с ветки, ушел через камыш. И поэтому искать его в такой местности было бесполезно. Итак, друзья, стрелял патроном. Вот таким самокрутом еще. Лет 20 назад накручено еще много. Ну, по идее, пятерка должна была быть. Ну, расстояние, в принципе, нормально было. Но перья полетели, конечно, жалко, жалко. Видно было, что подранок, и он не упал. Я смотрю, он там мелькнул, на ту сторону полетел. Сейчас туда нереально добраться. И снова вышли мы к воде. Но в дальнейшем эту тактику мы поменяем. И снова вышли мы к воде. Сейчас пойдем за руку. Пошли, пошли, пошли. И сюда. И сюда. Так, верни, ши, ши. Ну, и, конечно же, мы попытались найти подранка. Перед нами был камыш. Посадка довольно густая. И сплошное поле семечки. Вот на удачу мы и пошли в направлении, куда улетел вяхер. Ищи, ищи, ищи. Бывали случаи, когда практически в безысходной ситуации, и то получалось найти сбитый трофей. Но, как оказалось, не в этот раз. Мы вернулись на свое место и стали ждать. Самое главное в данной охоте, чтобы был лед птицы. После открытия птички стало в разы меньше. Скорее всего, ее здесь распугали. Но не переживайте, все интересное впереди. Смотрите, не пропустите. Отстояв еще какое-то время, решено было все-таки перейти на поле семечки. Так как лед был очень слабый. И вот, наконец, выбрав место, проследя за голубями, где чаще они летают, мы стали ждать налета. И вот он заставил себя долго ждать. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что значит удачно правильное выбранное место. После первого голубя второй не заставил себя долго ждать. ДИКОМЕНИЕ ДИКОМЕНИЕ Я взял, 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 дай, да? Заразки. Молодец, пошли. Молодец. Моя умничка, нашла птичку, да? Молодец. ДИКОМЕНИЕ Что, друзья, второй викирек красиво на скорости. Спортивно, спортивно, конечно. Подъехал комчик, с другой стороны палки. Ну что, комчик? А, телефон лежит, я, наверное, птичек искал. Двух штук вот не так давно подстрелил. Ну так, как бы с поля вот они летели. Я же стоял вот там, они летают то туда, то вот сюда. Я вот сюда зашел в подсолнух, слышу, за спиной курлыкает. Вот где-то здесь сидел. Пока там зашевелился, улетели. Короче, они везде. И за балкой вот туда садятся. Помнишь, ну, до насыпи вот туда кусок? На ту посадку. Ну а вот фрагмент с другой охотой, вошедший в этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok. Дай, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, моя умница, неси ко мне. Дай, дай птичку, дай. Все, молодец. Что, кто-то напали? Вот оно-то. Собачки. Дичь где-то тут, там. Ну, я думаю, до девяти где-то вот так. Пол десятого, это максимум, уже надо будет собираться. Вот еще несколько фрагментов другой охоты. Утрянка. Совместная охота с кумчиком. Разошлись из стали. И вот первые налеты на кума. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Гусва потянула. А с утра видел, сколько на той посадке? Садились, садились. Сейчас вот стая села за балкой на подсолнух. Но они взлетели, меня облетели, как бы не тоже. А? Ну, десяток-полтора. Вот тут и стрелял, когда они улетели. Ну и вот, друзья, как это бывает. Я зашел от посадки немного в подсолнечник. Метров на 15-20. Дабы видеть летящих голубей над посадкой. И вот спустя какое-то время я услышал, что стая села с другой стороны посадки. Прямо напротив меня. Видеть я их не могу. И вот смотрите, что с этого получится. Получится красивый дуплет. Так, это подранок. Ну что, друзья? Спорим. Это подранок. А тут где-то подранок тоже. Иди сюда, поищи. Поищи птичку. Поищи. Поищи. Поищи вперед. Пощи, поищи. Пощи, 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 пощи. Было выбито два вяхеря. Причем, если второй был подранком, то первый упал камнем. Найти его сразу не удалось. Пощи, пощи, пощи. Нет, первый я бью, он камнем падает. А второй уже взад. Он такой, через ветки слышу, падает-падает. И вот там метров 15 вперед тебя, там будут перья прям. Это подранок был. Вот рюкзак. Я стоял вот там. Чуть в поле метров 15. Вот на этом фоне я кушу. Что такое? Из-за чего? Я не знаю. Ну, голубь лежит. Может, это, слышишь? Может, Зара его сюда приволокла? Сейчас свежий, конечно. Ну и вот, как говорится, найдены все голуби. Кумчик взял одного, я двоих. Ну и, конечно, окончание охоты, фотосессии. Вот такая получилась ненасыщенная, но интересная охота с дуплетом. Всем спасибо и пока. И ни пуха, ни пера. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...